Итак, теракты — это боль. И головная, и сердечная боль. Это страшно. Когда это произошло на моей ветке на парке культуры, и тут же произошло, кажется, на Кузнецкий мост, или что там у нас, да, вторая была, Лубянка, да, на Лубянке, это было страшно. Я просто был в шоке. Я мог оказаться там. Я должен был ехать примерно в это же время. Когда это произошло на мюзикле «Норд-Ост», за две недели до «Норд-Оста» я был на этом мюзикле. За две недели до того, что случилось там. Когда я при ней к телевизору, у меня жена говорит «Боже, ты смотри, что происходит». Когда я сейчас это вижу в Волгограде, мне становится страшно. Мне не хочется выходить из дома. И общество такое же, как я, оно проецируется. Я просто обычный гражданин общества. Что делать? Не знаю. Менять общество, менять отношение к Кавказу. Менять отношение к Кавказской нации как-то. Я не знаю. Кавказцы меняться к нам как-то. Не знаю. Мне кажется, что самое главное, какой-то диалог, что ли, я не знаю. Ведь каждый день уничтожают Махачкале. Уже, кстати, полный порядок в Грозном. Терактов-то нет. А Махачкала постоянно введено какое-то там. Постоянно. Что не день, а очередные. И они снова и снова появляются, как бездонная бочка. Так что, значит, целая армия подпольная существует, раз ее нельзя уничтожить. Это идет с времен Хаджи Мурат. Это же в крови сидит наши. Это же Толстой еще. Кавказец против русской, русский против Кавказца. Уже генетические поколения построены против друг друга. Страшно. Генетически ненависть. Как ее искоренить, я не знаю. Если бы это произошло вот сейчас, только там при Ельцине или при Горбачеве. Генетически, с 18 века, с временем завоевания. Я считаю, что нужно идти на диалог. Надо каким-то образом поднять всех старейшин кавказских. И выйти на диалог Путину. И этот диалог показать всей стране. Чтобы старейшины каким-то образом на этих олухов подействовали. Потому что это же отморозки. Более того, большинство из них из Саудовской Аравии. Большинство из них из... И многие русские там присутствуют в актах террористических. Которые просто там становятся боевиками. Те же самые русские, белорусы, украинцы, славяне, которые идут туда. Я не понимаю. Это против логики. Что дает уничтожение? Ну да, страх дает, безусловно. Дальше что? Ну, уничтожил очередные 100 русских людей, 100 русских граждан. Дальше что? Только ненависть. Только в ответ сместь. В том числе и кровная месть. То есть тот же русский может прийти и убивать семьи кавказцев. Жену, которого убили. И это происходит. Мне надо это не засвечивать. Я думаю, те же самые ребята, которые идут туда. Драться вместе за семью. Он оформляется боевиком. А этот человек уже убийца. Он будет искать смерти сам и убивать кавказца. Страшно. Это надо менять. Срочно менять. Каким образом? Не знаю. Старейшина. Старейшина собирает старейшину. Влиятельных людей кавказа. И показывать это по телевизору. О центральных каналах. Пресс-конференцию. Умную построенную пресс-конференцию. Старейшин Кавказа и Путина. И власти. И парламента нашего. Вот так.